Здравствуйте, друзья! Как хорошо жить в мире, где нет постоянно стрёмных новостей? Вот полгода, которые мы тут чуть ли не каждый день смотрели, что там происходит с запретом на гринкарт-лотерею И, ну, как часть такого большого иммиграционного наезда Вот, и вот каждый день что-то происходило, какие-то резолюции выносились, там, предложения, выступали люди и так далее, и так далее И вот каждый день что-то происходило, почти каждый день происходило, было тревожно А сейчас как-то так, я бы сказал, спокойно очень, вот ничего такого нет Ну, то есть, понятно, что, поскольку всякие публикации, они существуют, они должны о чём-то писать Но по уровню того, о чём они пишут, как бы понятно, вот насколько ничего не происходит Ну, вот просто ничего Поэтому, знаете, как-то хорошо Вот так хорошо, когда ничего не происходит, просто какое-то удовольствие И начинаешь смотреть уже вот на какие-то другие вещи в жизни Там вот, на работу, на, там, не знаю, автомобиль, который по улицам ездит Мы, в частности, с вами, может быть, завтра отправимся Наверное, завтра мы отправимся смотреть несколько автомобилей Потому что мне тут зрители накидали много всякого Я серьёзно разбираюсь, пытаюсь вникнуть Даже вот есть у нас зрительница, которая очень так любезно составила список того, что предлагают наши зрители Причём она этот список ещё и отсортировала по чистоте, так сказать, предложений То есть самое предлагаемое, потом на втором месте, что народ предлагает, на третьем И так далее, и так далее Я, конечно, подозреваю, что помимо всех этих технических, там, аспектов Которые существуют в автомобиле, там, с фишечками разными, и так далее Есть ещё какой-то момент эмоциональный тоже Потому что, ну, вот, мы же люди живые, соответственно, эмоциональные Кто в большей степени, кто в меньшей Вот есть вещь, которая просто села, и хорошо себя чувствуешь Вот какая-то такая Ну, или физическое удобство, тоже, на самом деле, важно Вот ты сидишь, и тебе удобно Например, когда мы свете автомобиль присматривали И я сел на пассажирское сиденье в BMW В электрическом Вы знаете, я такое физическое чувство дискомфорта испытывал, пока там сидел Просто катастрофическое То есть, я не знаю, наверное, есть любители Или, может, они себе там подушечку какую-нибудь подложат Я даже не знаю, но, наверное, есть люди, которые именно вот такое любят Но это было совершенно невероятно И ты уже не хочешь знать, сколько там в двигателе И какие габариты, и что там за крыша такая замечательная Там, обзорная, и так далее Но если сидеть неудобно Вот, поэтому, конечно, эмоциональный элемент тоже присутствует Надо посидеть, покататься Тут вот на работе мне сотрудники говорят, что вот Porsche Вообще такая вещь Porsche Что я просто не понимаю, а должен вот как бы попробовать Я говорю, так я попробую Ну, потому что вот прямо сейчас я не понимаю, за что такие деньги Как бы с точки зрения там практической езды на работу Ну, вот я еду на работу, что мне плохо Вот еду Вот, и тут вдруг там вдвое дороже машина, чем вот эта Например, а чего такое, за что Я говорю, ну попробуем И вот завтра буквально мы отправимся И голова не болит за внешнюю политику За внутреннюю тоже не болит Уже как-то мы все привыкли к тому, что правила игры Изменились И любая попытка как бы вот нынешнюю ситуацию Привязать к тому, как раньше жизнь шла Она не работает Вот как-то какие-то новые правила игры сейчас пошли Что в экономике, что в политике, что вот Даже, я не знаю И во внешней тоже Как-то все так стало необычно Вот Ну, а система, она гибкая на самом деле Система подстраивается Она подстраивается под эти условия Под те условия Там, скажем, если раньше Какая-то новость была Рынок на нее там реагировал вот так А сейчас Какая новость Ну вот там с утра там кто-то проснулся Что-то у нее там зачесалось За ухом И раз там в твиттере что-нибудь написал Бах, там на 5 миллиардов упал Там, я не знаю, Амазон, например Вот Ну и как-то рынок Приспосабливается Приспосабливается Потому что невозможно Как бы к новой ситуации В новой ситуации Реагировать так, как было в старой Пусть ситуация другая И вот они как-то так втягиваются в это Вот Ну и мы тоже Как бы перестали на них внимание обращать И зажили своей жизнью Тем более у нас вот тут сейчас В помещение новое мы переезжаем Вот я еду У меня в кармане лежит конверт С чеком Который надо занести И там за первый месяц И за Так называемый security deposit Там где-то около 4 тысяч Это некоторая сумма Что вот если мы съезжаем И какие-то есть там Ну я не знаю, ремонты На нас То они вот из этой суммы возьмут А остальное вернут Ну вот такого плана Называется security deposit И вот значит Вот я не везу чек Со вторника С первого мая Мы уже будем в новом Помещении То есть не в новом Но мы прихватываем дополнительное помещение Соответственно там Всякие хлопоты связаны Не только чек А например надо В страховой полис Который у нас есть На бизнес Называется General liability insurance Так у всех бизнесов Ну Практически у всех есть Вот Когда ты Въезжаешь в какой-то офис То Владелец этого офиса Он Говорит Ну по контракту Это прописывается в контракте Он говорит Вы должны внести Меня Ваш страховой полис Как Это называется Additional insured Допустим Пришел человек в офис Там в портнов В компьютер school Подвернул ногу И я не знаю там Что с ним случилось Он Три месяца Был нетрудоспособен Плюс моральный ущерб И он Начинает судить всех У кого есть insurance И кто Как бы Может быть Привлечен к ответственности Вот говорит Есть там школа Вот это у них Там он подвернул А Откуда у школы офис Она его арендует У там Рабинович Инкорпорейтер Давай говорит Рабиновича будем судить Сейчас всех будем судить Глядишь там Где-то вот Какие-то деньги перепадут И То есть Как бы Система легальная Позволяет это делать Поэтому Страховой полис Он Отвечает на это Тем Что В мой Страховой полис Мой Включается В качестве Additional insured Тот У кого я беру Это помещение В аренду Таким образом Если кто-то пришел И допустим Он судится То Мой страховой полис Его защищает То есть Не включается Страховой полис Лендлорда Да А включает А мой страховой полис Защищает И меня И Того человека У которого я взял Это помещение Это называется Additional insured И Значит мы сейчас должны Светлана обычно этим занимается Она общается Со страховыми компаниями Значит она должна Позвонить в компанию Прислать им там По имейлу Договор аренды В этом договоре Там прописано Кстати В договоре аренды Есть специальная позиция Про страховку Вот обычно Страховой брокер Или там Страховая компания Кто вот этим занимается Он хочет видеть Что там написано И в соответствии Вот с этим договорным Обязательством Значит они выписывают Включают страховой полис И выписывают Вот то что называется Сертификат Такой Of additional insured Ну или В каком виде они сделают Там я не знаю Есть варианты разные Поэтому Вот такие заботы Правда хорошие Хорошие заботы День рождения у меня завтра Кстати Вот Я подумал Это будет хорошее Время провождения Для дня рождения Ходить и Выбирать машину В этом что-то есть Определенно Альтернативно Можно Поехать на дачу Можно Совместить Хождение По Дилершипам С тем Чтобы вечерком Там Может быть В каком-то Узком кругу Отметить день рождения В не очень Узком кругу Мы отметим На работе 9 мая В день победы Ну так Совпалось Это не специально 9 мая Мы отправимся На винодельню Или как у нас Говорят Вайнери Отправимся мы На эту Вайнери Тут Рядышком Совсем Вообще Здесь их много И есть места Где высокая Концентрация А есть так Ну просто Они есть И у нас тут Совсем даже Неподалеку Есть какое-то Количество Этих самых Виноделин Ну может быть так С десяток Если брать Совсем такое Близкое Там Ну чтобы В течение Получаса Можно было Доехать Я думаю С десяток Есть Вот И мы Выбрали Там одну Из таких Виноделин А там Обычно Не просто Так можно Прийти И венцом Переложить А можно Покушать Там Столики Стоят Красивые Виды А там Люди И свадьбы Справляют И в общем Как бы У виноделин Вино Это только Один из Видов дохода А так У них Еще есть Всякие Мероприятия И это будет Девятое Я думаю Что это за день Недели Это Это посередине Недели Где-то То есть Будний день Там Никаких Не ожидаем Мы Препятствий В виде Там Большого Скопления Народа Вот Пойдем И в рабочее Время Отметим Погуляем Что-то мы Давно Никуда Не ходили Вот так Коллективом Тем более Сами знаете Диета Все дела Вот Ну а так Рюмочку-то можно Правда Иногда Красненькую Букальчик Вот Ну так Что Мы еще Все-таки За рулем Тоже Чтобы Не перебирать Такие Вот Такие Дела Надо Сказать Что Задача Выбора Автомобиля Оказалось Намного Сложнее Чем Я Думал В общем Не знаю Если С женой Мы справились Быстро Там В голове Было Пять Моделей Которые Надо было Посмотреть Мы Быстренько На них Глянули Это все Заняло Там Буквально Ну я Не знаю Ну пол Дня Ну недолго Вот То у меня Тут что-то Не получается Питок У меня Получается Может быть Даже Целый Десяток А может И больше И Ну в общем Посмотрим Посмотрим То есть Они вроде Все хорошие Симпатичные Вот Штука Какая Они подходят Под мое Описание Того Чтобы я Хотел Иметь В виде Моего Основного Автомобиля Понимаете Вот Ну посмотрим А почему Не посмотреть Правда Посмотрим Повыбираем Пожара Никакого Нет Так Не спеша Такие Вот наши Планы А Сейчас Я подъезжаю К офису Вы видите Слева Зеленую Вывеску С надписью Портнов Компьютер Скул И Вот За нами А я вам сейчас Покажу Где наш новый Будет А мимо Давайте я мимо Проеду Вам покажу Вот И Через часок Буквально Через 55 минут Я буду в прямом эфире С вами Мы поболтаем На разные темы Хотя я видите Уже начал заранее Как бы разминку Болтаю на разные темы Но в данном случае Я сам по себе болтаю Был вчера У эндокринолога Моего Американца И он Значит Интересовался Как я на диете Оказался Я говорю Вот человек Там Ко мне обратился Он говорит Как Как сам Обратился Обратился Вот не вы к нему пришли Я говорю Нет Он говорит А как это Могло получиться Я говорю Ну понимаешь Я говорю Блогер Он говорит Это как Я говорю Ну на ютюбе Блогер Он говорит Что прямо На ютюбе Я говорю Ну да Еду на работу Рассказываю Там чего нибудь Еду с работы Тоже чего нибудь Рассказываю И он Говорит Что говорит Просто Поток сознания Стримов Каншенснос Говорит Я говорю Ну да Вот стримлю Говорю Свою Каншенснос Туда Значит Вот Он очень Заинтересовался Очень В таком Эксайтменте Был Сотрудник Представляете Говорит Майкл А я ему Говорит Да я Говорит Да раз Такое Делал Я камеру Достаю Из кармана Говорит Вот у меня Камера С собой Он говорит Такая Маленькая Я говорю Удаленькая 4К Они все Пошли Мою камеру Смотреть Вот это Здание Вот слева Наше А вот это Перед вами Это то Где будет Наш офис Вот Вход Видите Вот это Вход А вот это Я запарковался Под окнами Моего офиса Вот Серебристая Бумажка Перед вами Это Как раз Вот Мое окно Так вот Мы Несложно Друзья Так вот Мы Несложно Перерастаем Еще Одним Описочком Хорошо Ну что Отправляюсь на работу Счастливо 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 Счастливо